Друзья, добрый вечер. Головко Николай, кандидат в народные депутаты по 50 округу. Хочу вас познакомить с Виталием Базака. Это человек высокой силы воли. Я, знаете, к нему иногда привожу здоровых людей, чтобы они посмотрели, как можно жить. У Виталия работает голова и одна из рук. Остальное тело у него недвижимое. И он сегодня попросил меня развести подарки его знакомым, которые ему передали. У него есть группа Дари Добро. Он сейчас о ней расскажет вкратце. Но я просто поражаюсь этому человеку, его выносливости, его настойчивости, смелости. И хочу сказать вам о том, что когда 28-го вы проголосуете за меня, я стану народным депутатом, Виталий будет одним из помощников. Будет 31 помощник. Одним из них будет Виталий Базака. Вот сейчас он вкратце расскажет о себе. Когда-то я в группе написал, что Виталий будет заниматься проблемами людей с инвалидностью. Виталий мне написал в личное сообщение, Николай, а почему так? Неужели я не смогу заниматься проблемами других людей? Его это обидело. И поверьте, вот этот человек, грубо говоря, можно его называть говорящая голова. У него не работает тело. Он реально обиделся на то, что я ему не доверил вас, остальных людей. Просто уникальная личность. Я, я честно говорю, я привожу своих здоровых друзей к нему. Я говорю, сядь и посмотри, не ной. Глянь на него. Не ной и посмотри, какой он. Говорящая голова чудит. Такое чудит, что просто... Но он сейчас вкратце о себе расскажет. Хвастайся, Виталий. Добрый вечер, дорогие друзья. Немного громче. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хвастаться не буду. Точнее, у меня не работают даже руки. То есть, я ничего в руках держать не могу. Просто одним пальцем руки могу работать на сенсорном устройстве. Ну да, я себя в шутку. И меня, друзья, называют голова профессора Довуэля. Кто смотрел этот фильм или читал эту книгу. Ну это все... Ну правда, да? Главное, чтобы голова работала. Травму получил я в 15-м году. Два года находился в тяжелейшем состоянии. В депрессняке, в глубоком. Потому что я бывший арбитр футбольный. 30 лет обслуживал соревнования различного ранга. Судья первой всесоюзной категории. Ну и много других. Был и внештатным сотрудником милиции. Охранял город. Я, кстати, переселенец из города Шахтерск. Там, где упал, словно, известный боин. Так сказать, печально известный. В шесть лет уже проживаю в Покровске. Ну и потом я подумал, что, наверное, ни одному мне плохо. А может быть, людям еще хуже. Ну и решил помогать людям. Начал организовывать благотворительные концерты. У меня очень много друзей, известных артистов. Так как я еще и на радиостанции проработал шесть лет. Ну и в девятнадцатом году провел два благотворительных концерта с участием звезд украинской эстрады, куда приезжали и народные, и заслуженные артисты. Мы собрали порядка 220 тысяч гривен, которые были розданы на лечение детям и людям, нуждающимся в операции. И, несмотря на коронавирус, невозможности провести. Хотя задумка есть, концерты будут продолжаться. Как только откроют полностью на 100% заполняемость, я вам обещаю, будет благотворительный фестиваль. Уже 35 артистов высокого уровня, такие как уважаемая Гарри Кричевский, Наталья Бучинская, Александр Кварта и многие другие дали предварительное согласие. Естественно, все будет зависеть от их гастрольного графика. Возможны изменения. Но мы еще будем собирать. Артисты приезжают без гонорара. Мы просто оплачиваем им организационные расходы, проезд. Все остальное идет на помощь. Благодаря шахтов управлению Покровская, которая помогает, бесплатно предоставляет зал ДК великолепный, шоу Покровская, благодаря фонду Надежда и другим добрым людям, мы организовываем это. И все идет вам. То есть все помогают. Ко мне обращаются люди со всей Украины. Даже просят, помоги хоть на один укол. Я даже со своей пенсии иногда перевожу. Точнее регулярно перевожу. Но иногда люди просят так, что мне жалко. Хотя я живу на обезболивающих так же. Сейчас недавно меня поддерживает моя подруга из Франции. Я получаю посылки, где она присылает для детей вкусный настоящий шоколад. А также различные игрушки, пазлы, магические альбомы и куча интересных вещей, которые я безвозмездно раздаю людям, детям с инвалидностью, просто детям, ну и так далее. И группа, кого может. Поймите, у меня не благотворительный фонд, но я как могу помогаю. И многие это знают. И многие подтвердят, что это правда. Известные люди, даже, ну вот как сказать, Руслан Валерьевич Требушкин, Алевтина Вячеславовна Жук, Ирина Павловна Бонзюк. И многие другие в городе, ну высокопоставленные люди, подтвердят, что правда, что я действительно занимаюсь благотворительностью. И это все от души. И денег за это не беру. Почему я с Николаем в одной команде, ну мне может и вы это, я чувствую этот вопрос. Да потому что это один из самых лучших кандидатов. Есть достойные люди, да, я не умоляю достоинства других. Но Николай самый народный из народных, который будет представлять. Спасибо. Вот, это я вам обещаю. И у нас есть с ним четкая договоренность. Я попросил у него честное слово, что он будет работать для избирателя округа и для народа Украины в целом. И он мне пообещал. Этого мне достаточно. Поверьте, я человек серьезный, Николай это знает. Если он, не дай бог, не дай бог, а я думаю, что такое не случится, нарушит свою клятву, но он знает, что будут у него большие неприятности. Ну, откровенно говорю, и ему в лицо. То есть, я люблю честных и справедливых людей. Я бесшабашный на всю голову из-за справедливости. И борюсь не только за себя, а за многих людей. И мы вместе с Николаем будем помогать и находиться 24 часа в сутки. Но кто будет нас уважать, нам будет дать немножко поспать. Я обещаю, что мы в случае победы Николая будем делать все для того, чтобы жизнь в округе и в стране стала лучше и добрее. Сейчас мы едем к дочке погибшего, трагически погибшего офицера полиции, мандрыка Виталия, Дианочке. Везем ей кучу подарочков. Моя группа берет ее под постоянную опеку. Меня тоже зовут Виталий, как ее папу. Я попрошу, чтобы она называла меня названным отцом. Если она согласится, мне будет приятно. У меня есть сын, 25 лет. Хочу, чтобы еще была дочечка. Хоть названное оно это. Так что, пожалуйста, тот, кто хочет, чтобы этот мир стал добрее, лучше и чище, голосуйте за Николая. В том числе вы проголосуете за меня. А мы вам еще раз говорим. Я лично, Базака Виталий, обещаю, что я буду помогать. Даже если, если, ну я думаю, что найдутся думающие люди, и за гречку не продающиеся, и не думающие, что некоторые кандидаты, волшебники делают козырьки, отсыпают дорогу, и это умоляют, ставят свою заслугу. Нет. Мои дорогие друзья, это все уже заплатили за ваши прародители. И платите каждый день вы. И это прямая обязанность власти, это делать вчера, сегодня и завтра, а не делать это перед выборами и так далее. Поэтому думайте, думайте, не продавайтесь, потому что вам стыдно будет смотреть потом в лицо вашим детям и внукам. Потому что некоторые говорят, да я не пойду, я отжил там, да оно мне надо. Потому что подумайте, пускай, как говорится, почему я плохо жил, а другие должны лучше жить. Ну другие, это ваши же дети, ваши родственники и так далее. Да вообще, давайте делать мир лучше, а? И думайте, за кого вы будете голосовать. Ваше, конечно, право, никого насильно не затаскиваем. Ну просто просим включать мозги и принимать разумное решение. Спасибо за внимание. Я думаю, что мы у Светланы Ивановны, у бабушки, выйдем еще раз в эфир. Голосуйте, голосуйте правильно. И главное, голосуйте. 28 марта сделайте так, чтобы вы пришли на выборы. Кто не может идти, пишите заявление, к вам приедут. Но если вы будете оставаться в стороне, понимайте, ну это будет неправильно. Дети вам и внуки вам заочно это не простят. Будьте умнее, будьте сильнее, будьте вместе с нами. Вот такой у меня друг Виталий Базака. Настоящий, смелый и, ну, безбашенный, можно сказать. За справедливость. Дурной на всю голову, извините за то. Спасибо, Виталий. Спасибо, друзья. 28-го, номер 4 в избирательном списке. Головко Николай. Надеюсь на вашу поддержку. Прошу вас поделиться информацией обо мне, чтобы ваши знакомые, друзья узнали о том, что я иду. Потому что не все знают. Знают только ближайшее окружение. Фейсбук, меня нет на бордах, меня нет в телевизоре массово, так как некоторых кандидатов. Но это поправимое. Одна надежда на вас, и я считаю, что только вы можете сделать свой выбор, и я действительно буду вашим представителем, если вы это сделаете. То есть я здесь практически ничего не решаю. Я вот сказал, что я есть, да, и вот мои ключевые позиции, мои программы, это медицина, это образование, это бизнес. Без всякой воды, без популизма, без пенсий, которые повысятся во много сотен раз. Они повысятся только тогда, когда будет работать бизнес. Люди будут жить долго, и такие, в том числе, как Виталий, когда за ними будет надлежащий уход. Я был в Италии, я видел эту проблему. Там люди живут в инвалидных колясках до 100 лет, понимаете, потому что ими там занимаются. Ну и так далее, и тому подобное. То есть можно долго говорить о программе, и она хоть сжатая, лаконичная, вы увидите ее программу, мою фотографию, мою автобиографию, программу, она самая сжатая. Там три слова. Три слова. Медицина, бизнес, образование. Образованные люди не пойдут голосовать за гречку. Они не пойдут. Образованные люди не будут делать фальсификации на выборах. Образованные люди обязательно придут 28-го и проголосуют. Здоровые люди будут жить долго и счастливо в богатой стране. Именно этого я и хочу. Я думаю, этого хотят все наши кандидаты, которые идут, да, 18 человек вместе со мной. И знаете что? И я готов, готов, вчера я в этом эфире говорил, телеканала, готов каждому из них предложить быть моим помощником. Каждому из них. Те, которые остаются здесь, мэры Покровска, Мирнограда, Доброполе. Каждого знаю. Работать буду в округе. Будем пересекаться. Будем решать проблемы. Буду и вашим, в том числе, представителем. Уважаемые руководители городов. Есть у меня трение, есть непонимание по кое-каким вопросам. Я думаю, что мы найдем общий язык, если какой-то вопрос требует решения, я думаю, мы решим его хорошо, плохо решим, но мы решим. Не решаем их, вопросов нет. И Украина будет обязательно самой лучшей, самой успешной страной и самой комфортной страной для жизни людей. И я, я иду именно принимать в этом участие, чтобы Украину делать лучшей страной в мире. Спасибо вам огромное. Я надеюсь на вашу поддержку. Еще минуточку внимания. Николай правильно говорит. Дело в том, что у меня тоже две страницы в Facebook. Можете зайти посмотреть. Виталий Базака. Там у меня стоит девиз. Слова придуманы для лжи, а правду говорят поступки. Вот давайте вы нас, как говорится, окажете нам доверие. А мы своими поступками докажем, что вы не зря голосовали за Николая Аллахова. Спасибо. Спасибо огромное. Приятного вечера. Всем любви, мира, добра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok